К 1 мая Северная Осетия должна на 30% снизить количество людей, работающих без трудового договора. Сейчас их 10 тысяч человек. Об этом сегодня сообщили на заседании правительственной комиссии по снижению неформальной занятости. Ее председатель, вице-премьер Азамат Хадиков отметил, что огромное количество работодателей не делают отчисления в пенсионный фонд или же делают их в неполном размере. Неучтенные доходы способствуют массовому несовлюдению трудовых и пенсионных прав трудящихся. Руководство организации лишает своих сотрудников заслуженного пенсионного обеспечения и возможности достойной жизни в старости. А сами граждане, соглашаясь с такой формой расчета, оказываются социально незащищены. Сейчас задача определена, чтобы в течение короткого времени, буквально до конца месяца, выявить пофамильно этих людей, которые работают, и чьи интересы нам предстоит защищать. А потом уже возьмемся за то, чтобы решать вопросы по заключению с ними трудовых контрактов, чтобы все как положено было. Пожалуйста, можно в нашу комиссию обращаться, республиканскую, которую я возглавляю. Можно обращаться в отделение пенсионного фонда, налоговые органы и главам администрации района. На сегодняшний день разработан комплекс совместных мер на основе предложений членов комиссии. На первом этапе акцент сделают на сборе и анализе информации, привлекут базы данных пенсионного фонда, налоговой службы и Минздрава. Планируют также оказывать методическую помощь, проводить активную разъяснительную работу. Однако, по словам Азамата Хадикова, не все главы района включились в деятельность. Многие до сих пор не подали списки членов комиссии своего района. Вадима Макива, Заурцев, Осетия ТВ